Всем здравствуйте! 26 мая был вынесен приговор Михаилу Цывину и Наталье Дрожжиной, обвиняемым в хищении имущества Алексея Баталова. Цывин получил 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а его супруга Наталья Дрожжина получила 4 года условно. Сообщалось, что артистка могла специально расстаться с мужем, чтобы ей смягчили наказание. Вот только жена Алексея Баталова, Гитана Леонтенко, заявила, что наследница Баталова, Мария, опасается, что Дрожжина, которая осталась на свободе, будет ей мстить. Вам покажется это смешным, но это так, заверила цирковая артистка. Также Леонтенко отметила, что их с Марией не устроил слишком мягкий вердикт, вынесенный Дрожжиной. Семья намерена подавать апелляцию. Напомним, у вдовы Алексея Баталова, Гитана Леонтенко и его дочери было похищено более 20 миллионов рублей со счетов. Также аферисты обманом присвоили себе долю в квартире и нежилое помещение на улице Серафимовича и в первом самотечном переулке. Сообщается, что Гитана Леонтенко и Мария Баталова получат по совокупности 600 тысяч рублей компенсации. Также им возместят процессуальные издержки. И вот сегодня стало известно о том, что Дрожжина все свое имущество завещала Марии Баталовой. И завещание было в силе до начала этой трагической эпопеи. Так почему же благие намерения Дрожжиной так не понравились Марии и Гитане Леонтенко? Возможно, тут кроется что-то еще. Теперь громкое дело может принять совсем иной поворот. И новые слушания, скорее всего, будут уже в пользу Натальи Дрожжиной. Очевидно, что семья Баталова очень сильно боится, что Дрожжину оправдают, а ведь это возможно. Будем надеяться, что совсем скоро дело о наказании Натальи Дрожжиной будет пересмотрено. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!